Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня хочу показать немного цветущих фиалок. Некоторые уже зацветают после переукоренения, как вот эта розетка. Это сорт Летние сумерки Константина Морева. И вот распустились только первые цветоносы. Очень красивый сорт. Сорт стандартный, но розетка компактная и пестролистная. Сейчас пестролистность не особо выражена после пересадки. Но и все-таки еще очень тепло дома. Может как-то с этим связано. Но вот все равно так красиво зацвела. Всего три цветоноса. Цветочков, конечно, еще немного. Это еще не полный распуск. Но очень захотелось вам показать вот эти красивые цветы. Белая каемочка не заплывает. Она может быть или шире, или уже, в зависимости от того, тепло или прохладно. Но всегда присутствует. Очень яркий, красивый сорт, контрастный. В этот год было не так много деток, сколько хотели вы. Но постараюсь в следующий год вырастить деток побольше, чтобы хватило всем. Эту красоту я вам показываю очень редко. Это сорт тоже Константина Морева «Улыбка русалки». Очень красивые цветы. Очень красивая улыбка на нижней губе, на лепестке. Сорт с зелеными каемочками и поэтому цветет очень долго. В этот год я случайно его пересушила. Пересушила так сильно, что все листья поникли. Но я его отпоила, но все равно цветоносы вот уже валяются. Уже нет того, что было. Но хочу вам все равно его показать. Смотрите, какие цветы с переходами цвета. С зелеными рюшами. Очень красивый сорт. Переукореняла я сорт в 100-граммовом стаканчике. Когда пересаживала, потому что розетка была совсем такая слабенькая. Но сейчас вот он расцвел, окреп. Можно уже пересаживать и в восьмерочку. Красивые цветы, нежные, очень нежные. И вот эти вот каемочки, рюшечки. Долго цветущие и красивые. Листики пока этого сорта есть. Летом сорт восстанавливался, и я его не продавала. И даже деток у меня, наверное, этого сорта не было. Но исправлюсь. Следующий год детки будут, а в этот год можно пока заказать листом. У нас еще недельку теплую передают. Поэтому пишите, если у вас температура позволяет. Эту химеру я вам редко показываю. Это химера-оподашка келауя. Некоторые говорят келая. Дорогие друзья, не знаю, как правильно произносить. Поэтому, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду благодарна. Вот смотрите, оподашка. На листике лежит цветочек. То есть на ней цветочков пожухших не бывает. Они у нее падают. Вот такая красивая химерка. Это первое цветение после переукоренения. Поэтому довольно-таки мало цветочков. Обычно она цветет шапкой. Сорт очень красивый. Сорт фантазийный. Не капризный. И несмотря, что это стандартная химера, она в размере не крупная. Как малый стандарт. Очень нравится. Но не знаю, будут ли пасынки от нее на следующий год. Она практически не пасынкуется. И очень медленно наращивает листики. То есть у нее, чтобы был стволик большой и срезать макушку на укоренение, а пенек на пасынке, у меня как-то не получается. Это уже менюшка. Сорт Хантерс Тасте Оф Херкес. Вот такая вот красавица. С шапкой цветов. Камера искажает цвет. Цвет на самом деле другой. Цветоносы не падают. Шапочку держат. Я уже эту фиалочку показывала. Может быть не все ее видели. Но она мне очень понравилась. Яркая, красивая. Двухтонная. Лепестки, они более светлые. И дальше, ближе к краю, идет яркая кайма. И потом белая карандашная. Камера, конечно, не передает полностью всю красоту этого сорта. Но, тем не менее, сорт красивый. В следующий год будут и листья, и детки у этого сорта. Еще одна мини-фиалочка. Л.Е. Соня. Долго думала в этот год оставить этот сорт или не оставить в коллекции. Но оставила одну розеточку. Сорт очень понравился. Вот такая шапка цветов. Это второе цветение. Первое цветение я цветоносы убирала, чтобы нарастила розеточку. И вот такая шапка цветов. Очень красивый сорт. К сожалению, вырастила я розетку не очень ровно, потому что вовремя не перевернула. И вот она такая немножко кособокая выросла. Но ничего, она отцветет. И я ее потом буду формировать. Уберу нижние листья, потому что я с нее листья снимала. И она такая вот не очень симметричная получилась. Ну и ничего страшного. Зимой она будет красивая, но летом опять будет общипанная. Вот как-то так. Но сорт очень красивый. Сейчас я вам увеличу цветочки. Смотрите, какие у нее каждый лепесточек. Он как перламутром блестит. Вот такие красивенные цветы. В общем, сорт понравился. И думаю, что он у меня в коллекции пока останется. Пока не хочу с ним расставаться. Сорт неоподашка. В моих условиях цветочки не опадают. Очень много было деток у этого сорта. Которые распускались у меня. Ни одна не была спортивная. То есть, в принципе, сорт очень хороший. Это уже полуминий сорт Эн Яшма. Розетка пестролистная. Очень красивые цветы. Они светлые и с яркими каемками. Красивый сорт. Цветы, когда отцветают, они немножко светлеют. И листики, когда растут, эти светлые цветоносцы, они прижимают. И цветочки к низу. И дают новую шапку цветов. Сорт все время с цветами. Не бывает он без цветов. Во всяком случае, в моих условиях. Розетка у меня такая пообщепана немножко. Но уже начинает отрастать. Листики с нее я тоже могу вам срезать, если нужно. Так что пишите. Стандартный сорт. Практически вечно цветущий. ДН Рахат Лукум. Очень мне понравился в этот год. Это тоже новинка. Новинка у меня прошлого года. И цветет с весны. Цветы практически как пластмассовые. Покупатели приходят, трогают и удивляются. Причем все его трогают руками, кто ко мне приходит в гости. И он не отцветает. Цветочки вообще на прикосновение не реагируют. Обычно, если касаешься цветов, то они быстрее вянут. Но вот это не тот вариант. Цветы у него двухцветные. Есть более светлые, есть более темные. Может это в моих условиях так. А может он такой и должен быть, не знаю. Но мне он такой очень нравится. Листочки с обратной стороны есть более светлые. И есть более яркие. Возможно от того, что было лето, было солнышко много. И они немножко загорели. Но буду наблюдать, как будет дальше. Этого сорта листики я тоже могу вам срезать, если он вам нужен. А это моя любимая красотка. Рапсодия Сюзи. Сорт промышленный. Но несмотря на это, он мне очень нравится. Наверное своей контрастностью. Розетка у него стандартная. Обычная, как средний стандарт. Она молодая. Поэтому у нее только вот два цветоноса распустились еще. А третий только-только формируется. Вот такая красивая. Этот сорт очень-очень спортивный. Хоть и говорят, что промышленные сорта, они мало спортят. Но это не об этом. Потому что детки, сколько вот у меня расцветало. Все были спорты, я все отдала соседке. Распускаются спорты цветами такие вот как каемочки. Вот такие вот ярко-розовые анютки. Конечно, тоже красиво смотрится. Но хотелось сорт. Вот. Ну, а которые розетки у меня не цветущие покупали, я не знаю, как они расцвели у других. Мне пока ничего не писали. Так что, похоже, этот сорт придется все время переращивать с листика. Потому что хочется, чтобы вот такая красота в коллекции была. Еще один промышленный сорт и очень спортивный. Мне кажется, все цветы белоцветковые, у которых яркая кайма контрастная, они все спортивные и очень быстро уходят в спорт. Поэтому все время нужно переращивать. А себе, если хотите в коллекцию, то растить с листа. И оставлять детки, которые зацветут сортом. Потому что вот у этого сорта спортов было тоже море. Тоже все роздано на улице соседям. Держу две розетки такие, потому что очень нравится. Очень нравится этот контраст. Ну и, наверное, деток будет много от этого сорта в следующий год. Потому что буду еще растить с листа. Не знаю, как он поведет себя дальше. Насколько долго будет сортовое цветение у него. Потому что вот красота, она очень-очень быстро уходит в спорт. Цветочки уже вот жухнут с этой стороны. Цветет очень долго. Несмотря на то, что зеленцы нет, сорт цветет долго. Розетка обычно стандартная, но она не крупная. Она как средний стандарт. Не капризная. Раскладывается черепичкой. Листики вот слегка вниз. Кто-то это не любит. Кто-то любит, чтобы было как блюдечко. Мне нравится и тот, и этот вариант. А вообще сорт хороший. Стандартный сорт для любителей зеленушек. Это АВ Дикий хмель. Вот такие вот красивые цветы. У меня уже розетка цветет полгода, а цветать не собирается. Цветы тоже вот как рахат, лукум, они как бы пластиковые такие, как восковые. Серединки у них желтеют, коричневеют, когда уже цветы цветут долго. А когда распускаются, вот полуроспуск. Вот такие вот. Серединка розовая, края лепестков зелененькие. Сорт очень красивый, но не цветет шапочно. Все время цветоносы висят. Кого-то не устраивает такое цветение. Ну, а мне нравится. Если сорт поставить на верхнюю полочку стеллажа, все цветочки будут смотреть на вас. Вот такая вот красоточка. Листики этого сорта и есть, так что могу поделиться. Пишите. Еще одна миниатюрка. Сорт Л.Е. Скалис. Маленькая кукольная розетка и уже зацветает. Очень светлые листья. Я даже думала, как она будет вообще расти и цвести. Ну вот, вот так вот. За счет, наверное, нижних листиков, в которых много зеленого пигмента. Очень красивые, нежные цветы. Они мне даже показались немножко голубые, а не сиреневые. А может и сиреневые. В общем, трудно сказать, какой оттенок, но очень-очень красивые. Очень нежные. Мне эту красоту прислала Настя из Москвы. Она мне еще листиком продублировала этот сорт. И вот теперь у меня и листик с детками, и сортовая розетка. Так что в следующий год деточки и листики тоже будут. Но если листики будут светлые, то вам я их отправить тоже не смогу. Возможно, только деточками. Еще одна красивая малышка в моей коллекции. Это новинка, сорт Джоли Имп. Смотрите, какие маленькие листики. И какие большие цветы розочки по сравнению с этими листиками. Смотрится, конечно, шикарно. Сорт цветет довольно-таки долго. И розочки со временем они светлеют. Вот как здесь. А вот эта вот розочка, она недавно распустилась. Она еще более яркая. У цветочков розовая пропитка в центре. Края лепестков более светлые и с такими яркими мазками. Ну и также зеленушка по краю лепестков тоже присутствует. Букетик она мне не выдала. Она цветет веночком. Вот, смотрите, все цветочки отпустились вниз. Но это возможно за счет того, что она цветет долго. Макушка начала отрастать. И листики начали придавливать цветоносы. Поэтому так получилось. Но это не страшно. Это не портит внешний вид. Но мне, в общем-то, нравится даже такой вариант. Я очень долго хотела этот сорт, эту неженку. И вот теперь она у меня уже цветет. Этот сорт полумини по листикам. Это БР Домовина Кузя. Сегодня хочу вам его показать при другом освещении. И надеюсь, фэнтези на лепестках будет видно. Они очень нежные, розовые и сиреневые. И зеленые оборочки по краям лепестков. Цветочки закладывались, когда было тепло. Поэтому каемочек не так много, как хотелось бы. Но вообще цветы очень красивые. Такие вот очень нежные. Форма цветов Анюточка. Только-только начинают расцветать. Еще очень много нераскрытых цветоносов. Буду ждать и наблюдать. Не знаю, пока еще подашка этот сорт или нет. Потому что летом я не давала цвести. У меня было две розетки и обе сортовые. То есть лист только это мог выдать и дальше погиб. Поэтому не знаю, насколько он спортивный, но красивый. Миниатюрка с геллиствой Little Miss Maffet. Нравится мне эта маленькая девочка. Очень красивая и аккуратная розетка кукольная. Цветоносы всегда вверх, не падают, шапочку держат. Ну, просто девочка-девочка. Правда, она еще не расцвелась. Еще очень много нераскрытых бутончиков. Но скоро раскроет всю красоту свою. И смогу вам показать ее в полном распуске. Это тоже новинка моей коллекции. Л.Е. Владимир. Первое цветение молодой розетки. И я допустила огромную ошибку, не сняла цветоносы. Надо было дать нарастить розетку. В результате розетка вот такая маленькая, корявая. И зацвела в 50-граммовом стаканчике. Поэтому решила вам эту красоту показать. Ну и потом удалю цветоносы и перевалю ее в больший объем. Красивые цветы. И мне показалось, камера цвет передает точно. А на карусельке у меня сегодня сорт Джоли Фрелс. Очень нравится мне эта малышка. По листу мне показалось, что это полу-мини. Розеточка раскладывается ровно. Листики ложатся черепичкой. Очень яркие цветы. Но камера цвет искажает. На самом деле они немножко не такие. Они не такие яркие. Они даже немножко другого оттенка. Чтобы была вот такая ровная розетка, нужно выращивать на стеллаже. Потому что мне присылали фотографию. И написали, что у меня вот не такой Джоли Фрелс. И фото сделано на подоконнике. Там листочки обнимают горшочек. И от пересвета пропадает вот эта белая кайма по листикам. Сорт, конечно, более стеллажный. Сорт всегда держит шапочку. В жаре у цветочков рюшечки белой меньше. Ну, а в прохладе, конечно, больше. Но, тем не менее, любой вариант этого сорта очень красивый. Дорогие друзья, на сегодня все. Спасибо, что заходили ко мне на островок. Всем пока-пока. Продолжение следует...